Контрастная маммография 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 И еще, когда большая молочная железа, малое образование в большой молочной железе тоже может иметь сложности интерпретации. Ну и вот статья австралийского новозеландского журнала хирургии «Рак молочной железы невидимой при маммографии». И вот, собственно говоря, 90 случаев рентгенонегативного рака, он хорошо виден при УЗИ. Но не всегда виден при УЗИ. Ну вот в данном случае как раз вот эта ситуация, с которой вы сталкиваетесь, если смотрите снимки, каждый день. Высокая рентгенологическая плотность тканей. И что делать? Естественно, если соотноситься к нашим клиническим рекомендациям, по которым, если мы работаем и связаны с онкологией, то мы, конечно же, в общем-то, к ним соотносимся. Что в клинических рекомендациях? Инструментальные диагностические исследования. Всем рекомендуется выполнять пациентам биолатеральную маммографию для оценки местного распространения рака молочной железы, если мы говорим о раке. Также всем рекомендуется выполнять УЗИ молочных желез. То же самое для оценки местного распространения рака молочной железы. И для оценки, собственно говоря, и магнитно-резонансная томография. Тоже предполагается, что мы можем ее выполнять. И вот видите, уровень убедительности везде составляет единица. Но если говорить коротко о магнитно-резонансной томографии, то, естественно, показаниями к выполнению МРТ могут быть возраст до 30 лет, наличие мутаций в генах Берсей-1, Берсей-2. Опять же, высокая рентгенологическая плотность молочных желез, наличие имплантов. И важно, вот, кстати, Екатерина Александровна сегодня сказала, когда есть опухолюминальный тип Д, по гистологии дольковый рак, то, естественно, вот дольковые карциномы надо обязательно делать МРТ. Превозможность надо делать МРТ. Естественно, все оценивается, все данные рентгенологического ультразвукового МРТ исследования оцениваются по классификации Байрац. Вот, уровень, видите, убедительности, несомненно, составляет 5. Ну и есть, собственно говоря, категории Байрац, они здесь перечислены. Я не буду это делать. Есть две схемы, алгоритмы и маршрут пациентов у пациентов моложе 30 лет, когда предполагается то или иное действие. Да, и вы видите, когда есть подозрение на что-то, то делается биопсия. И для пациентов, которые старше 30 лет, тоже вы видите по градациям от 1 до 3. До 3 мы наблюдаем, делаем обследование инструментальное. Ну, а если мы подразумеваем 4 и 5, то, собственно говоря, делаем биопсию. И вот в этой связи как раз интересна роль контрастной маммографии. Когда появилось это исследование? Исследование это появилось, это программное обеспечение на маммографии, появилась методика в 2011 году. И, собственно говоря, зарекомендовала хорошо себя именно для исследований, когда есть высокая рентгенологическая плотность тканей. И исследования разных ученых говорили о том, что она может быть менее чувствительна, но более специфична даже по отношению к МРТ. Очень важный аспект, на который и сейчас ссылается, что она дешевле, чем МРТ и потенциально может замещать МРТ. Одно из исследований говорило о том, что использование контрастной маммографии повышает эффективность диагностики рака на 21%. Чувствительность, вы видите, 92%, специфичность 87% и точность метода 85%. Другое исследование говорило о том, что 79% респондентов сказали, что контрастную маммографию почли бы, если метод маммографии и контрастной маммографии где-то одинаково чувствительны. 89% опрошенных были не против делать контрастную маммографию ежегодно. Так вот, какие показания к этой методике? Ну и, естественно, плотный рентгенологический фон. Что мы можем еще увидеть с помощью этого метода? Оценить мультицентричность и мультифокальность. Можем провести дифференциальную диагностику микрокальцинатов молочных желез и структурных перестроек. Кроме этого, если нельзя сделать МРТ молочных желез, то альтернативно мы можем выполнить контрастную маммографию. Вот эти, кстати, все показания отражены в золотом стандарте рак молочной железы рекомендации общества онкоммологов. И это произошло в 2021 году. Хотя в клинических рекомендациях, утвержденных Минздравом, вот этой графы и данных о контрастной маммографии еще нет. Но я думаю, что этот год заканчивается. У нас будут новые клинические рекомендации рак молочной железы. И, вероятно, эта методика туда войдет с каким-то аспектом. Вот. Ну и коротко, из чего же, как происходит это все? Есть аппарат, есть программное обеспечение, есть инжектор. Потому что перед, так сказать, манипуляцией мы должны ввести контрастный препарат. Контрастный препарат – это йода, содержащий контрастный препарат. И если вы посмотрите по классификации контрастно-диагностических средств, академика Кармазановского, который очень много как раз книг написал и методических рекомендаций по контрастным средствам, то вы видите, что контрастная маммография, так же, как и дуктография, тип индикации, которые контрастный препарат используется для поглощения рентгенского излучения. То есть препарат должен быть рентгеноконтрастным. И характерный атом – это тяжелый атом йод, йодосодержащий препарат. И класс соединений – органические йодосодержащие соединения. Если в отличие от МРТ, да. И манипуляцию надо выполнять, используя, как правило, контрасты с плотностью от 370. То есть ультравиз 370 и так далее. Вот это имейте в виду. Это имеет значение, потому что контрастное вещество, которое в ткани накапливается, оно, так как методика достаточно ранимая, нужно, чтобы вот плотность этого контрастного препарата была достаточно высокой. Но вот если смотреть в альтернативу, когда делают МРТ, там не используется, да, рентгеноконтрастное вещество и используется парамагнетики. Вот вам отличие еще и методик. Да, противопоказаниями совершенно четкими являются беременные кормящие, пациенты с патологией почек, ну, как правило, с серьезной патологией почек, и пациентки с имплантами молочных желез. Это основные такие строгие противопоказания. Есть относительные противопоказания по поводу переносимости препарата, но переносимость – это очень относительная вещь. Вы, делая манипуляцию, используя йодоконтрастный препарат, в принципе, так же, как если вы делаете КТ органов грудной клетки, вы понимаете, что можно замедлить реакцию, используя более быстрое введение, да, контраста, или менее плотность. Но вот здесь плотность контрастного препарата нельзя нарушать. Нежелательно использовать, допустим, ультравес 350. Сама манипуляция проста. Мы ввели контраст. И далее на мониторе, на самой рентгенской установке, есть таймер, который начинает работать от момента, когда мы начинаем вводить контраст. И мы должны за максимально 7 минут, а, собственно говоря, манипуляция, как правило, мы заканчиваем где-то 5, а то и 4, очень достаточно быстро. В зависимости от того, насколько у вас хорошо подготовлен рентген-лаборант. Так вот, исследование проводится в двух стандартных проекциях, крайне уколудальных и медиалатеральных, в двух энергетических режимах. Начинается исследование с прямой проекции, с крайне уколудальной, не заинтересованной стороны. Далее, следующие снимки осуществляет заинтересованная сторона, прямой снимок, и косой снимок, не заинтересованная сторона. И заканчиваем медиалатеральную проекцию, не заинтересованной стороны. Так вот, что хочу сказать. Вот это вот, когда появилась эта методика, так это и было. Сейчас последние публикации про контрастную маммографию говорят о том, что нету разницы, с какой стороны начинать. Просто сделать маммографию. Ввести контраст и сделать маммографию. Что мы в итоге с вами получаем? Программное обеспечение автоматически выполняет сразу два низко- и высокоэнергетический режим. Два снимка в одном получается. Во время одной короткой компрессии молочной железы, которая длится не более 15 секунд. Автоматически это обрабатывается. Видите, сначала появляется вот такой некрасивый снимок, а потом появляется вот этот высокоэнергетический снимок, контрастный. Как раз контрастный. И дальше данные все идут на рабочую станцию к врачу, передаются. И мы получаем, собственно говоря, снимки в двух режимах. Низкоэнергетический, нам привычно. Это то, что мы делаем маммографию с вами каждый день. И второе изображение, видите, как лекало накладывается. Это высокоэнергетический. Это как раз контрастная так называемая фаза. Таким образом, вот низкоэнергетический режим равен стандартной цифровой маммографии. Да, и всегда спрашивают, лучевая нагрузка. Лучевая нагрузка при высокоэнергетическом снимке составляет плюс 20% от дозы стандартной маммографии. То есть не превышает 1-2 дозы, получаемой при маммографии. Не сильно облучается человек. Интерпретация результатов. Тогда, когда методика появилась, до где-то 17-18 года, мы писали чудо, как мы писали. Мы писали высококонтрастное, среднеконтрастное, низкоконтрастное, неконтрастное. Море было публикации, все изучали эту методику, все было замечательно. На сегодняшний момент четко совершенно. Не надо это делать. Вы пишете, либо вы видите накопление контраста, там контрастное вещество интенсивно накапливается в образовании, пишите так же, как при МРТ, либо не накапливается, и дальше ничего не пишите. То есть задача либо копит, либо не копит. Ну, на базе нашего центра была выполнена диссертационная работа Елен Александр Оксанчук в 2017 году. И мы пробовали стандартизировать протоколы, описывать контрастное изображение. Это все в диссертации. Но самое важное, и то, чего до сих пор мы не достигли, а очень бы хотели, потому что это есть при МРТ, это есть при КТ, это стандартизировать вот это накопление контраста. Вот, к сожалению, на сегодняшний день мы попробовали, что-то у нас получилось, это мы отразили в диссертационной работе. Но, понимаете, это работает на тех станциях, на каких мы работаем. Но стандарта как такового, как рецист, или, собственно говоря, коэффициент Хаусфильда, нету. И поэтому это, кстати, зона работы дальше над этой методикой. И, может быть, когда-нибудь мы тоже к этому придем. Вот. Но, тем не менее, работа была. Мы оценили рентгеновскую семиотику, описали ее. И, собственно говоря, при сравнении с исследованиями в других, так сказать, странах, тоже показали, что наши данные не противоречат тем, которые были изложены европейскими и американскими специалистами. То есть, где-то получается у нас... Сейчас я опять уеду. Далеко. У меня прям проблема с этим. Да. Опять уехала. Проблема. Ладно, давайте я начну тогда с того слайда, который есть. Сейчас. Опять уехала. Можно я тогда пролистаю и выйду тогда отсюда? Потому что... А вы мне заново поставите, потому что я реально уехала и потеряла мысль. Я извиняюсь. Так. Ну вот. И, собственно говоря, один из клинических примеров. Посмотрите. Пациентка. На маммограммах сделана ей была сразу контрастная маммография. Почему? Потому что высокая была плотность ткани. Ей делали УЗИ и при УЗИ увидели образование. И вы видите, на контрастных маммограммах накапливается это контрастное вещество в ткани молочной железы. Как раз в этом образовании. И, собственно говоря, дальнейшая биопсия подтвердила, что это рак молочной железы. Другая ситуация. Опять же, но только тут посмотрите. Пациентка с 49-го года рождения. И, в общем-то, достаточно высокая плотность ткани. И на маммограммах левой молочной железы есть подобие наличия узлового образования. Но в толще ткани плохо видно. И вот на контрастных маммограммах вы видите накопление контраста в этом образовании. К чему это нас, так сказать, двигает к тому, чтобы мы делали биопсию. Раз такая ситуация и возрастная пациентка имеет образование, которое хорошо накапливает контрастное вещество. Другая ситуация. Собственно говоря, здесь в правой молочной железе у пациентки явный опухолевый узел. Виден достаточно хорошо. В верхненаружном квадранте узел менее 1 см с нечеткими очертаниями, с включением микрокальцинатов. Но в то же время в левой молочной железе обратите внимание на границы нижних квадрантов вы видите тень образования с четкими очертаниями и вот такой вот округлой формы. Ну и, собственно говоря, всякое же бывает. Дополнительное исследование контрастной маммографии позволяет нам сказать, что справа мы видим опухоль, а слева мы видим доброкачественное образование. Оно не накапливает контраст. То есть фиброденома накапливает контраст слабо, редко и, собственно говоря, необычным способом, обычно по краю образованию. Другая ситуация у пациентки 85-го года рождения в левой молочной железе в верхненаружном квадранте участок скоплений микрокальцинатов на площади где-то в среднем 2 см. сделали контрастную маммографию. И посмотрите, накопление контраста идет от верхненаружного квадранта и стелится к центральному сектору. Видите, практически вся доля задействована. Ну, чем не альтернатива МРТ? В данном случае очень даже в общем-то наглядно. Но так не всегда бывает. Другая ситуация, когда контрастная маммография помогает оценить, есть ли мультицентричность, есть ли мультифокальность. Мы видим на маммограммах с вами два образования в левой молочной железе, а на контрастных маммограммах мы видим еще очишки вокруг тех образований. То есть у пациентки есть явный распространенный процесс молочной железы. Да плюс еще подтвердили, что рак синхронный и собственно говоря, вот понимаете, какая история. Другая ситуация, профилактическое обследование, высокая рентгенологическая плотность ткани. Вы не видите здесь никаких узловых образований. Не знаю, делалось УЗИ или нет, но контрастную маммографию сделали. Обратите внимание, на этом фоне вы видите контрастное вещество накапливается в образовании менее одного сантиметра. человек пришел просто профилактически. Но вот такие истории бывают иногда. Другая ситуация. Пациентка была направлена из поликлиники с тем, что было написано локальная симметрия 4А градация. Значит, она пришла, принесла эти снимки и на контрастных маммограммах вы видите накопление контрастного вещества в образовании, причем четко по контуру. Вот что еще контрастная маммография? Ну, собственно говоря, при МРТ также четко видим контуры образования, да, то есть размер, считали, кстати, гистологический размер образования и размер на контрастной маммографии совпадал точно. Ну, были такие исследования. Ну, и дополнительно этой пациентке зачем-то еще сделали МРТ, видно, хотели оценить распространенность процесса, но вот это к вопросу, когда вы делаете одно контрастное исследование, потом другое контрастное исследование, нужно это делать? Ну, вот спорно. Ну, другая ситуация, у пациентки 65-го года рождения было выявлено образование на маммограммах в правом молочной железе в верхненаружном квадранте маленькой округлой формы образования и решили сделать контрастную маммографию. Вот посмотрите, как накопилось контрастное вещество. Оно накопилось, во-первых, только в одной проекции, в косой, а в прямой проекции накопление контраста мы даже и не видим. Это говорит в пользу как раз и накоплений, не интенсивное, а собственно говоря, по краю образования. Но биопсия, так как она первична была, все равно сделали, подтвердили, что фиброаденома. Другая ситуация, кстати, вот эта история с этой пациенткой, она длилась довольно-таки долго. Вот посмотрите, кто давно работает, да и вообще, в принципе, картина такая достаточно классическая в плане рака ин-ситу, когда мы видим с одной стороны такую перестройку структуры, да, и в контрасте с противоположной молочной железой, и собственно говоря, уже думаем о том, что там все не здорово. Контрастная маммография нам позволяет увидеть, действительно препарат накапливается, и мы видим вот действительно похоже. А дальше начинается приключение из области биопсии. Вот в этой ситуации возникает вопрос, какой иглой забирать материал, и насколько много надо, потому что при видимом, что это в общем-то похоже на опухоль, подтвердить диагноз очень сложно. Эта пациентка, у нее был диагноз подтвержден уже только гистологически, когда сделали операцию. Почему? Потому что забор материала сделался тоже несколько раз, причем не только у нас в центре, но и потом в том учреждении, куда она ушла оперироваться. И я могу сказать, и по результатам мы получали все время дуктальную карциному инситу, мы не получали, получали просто вот атипию, ну там какие-то атипичные клетки, но не давали рак вообще. поэтому она вот собственно говоря бедно измучилась и по городу просто гуляла. Ей МРТ делали, там тоже так же накапливалось, и все ставили Байрац-4С или Байрац-5 по МРТ, а в итоге все закончилось хирургическим мешательством. И такое к сожалению бывает. Вот. Другая ситуация. Мы видим на снимках образование в правой молочной железе с лучистыми очертаниями неправильной формы. собственно говоря, видите, к вопросу. Вот здесь мы видим с вами, ну там было один узел, а на контрастных получилось, что мультицентрический рак. Другая история. Пациентка так сказать обследовалась и было выявлено образование в левой молочной железе. Даже не образование там асимметричный рисунок, она к нам пришла с направлением, что у него Байратс 4Б. И вы видите, ну вот, кстати, между прочим, вот тоже проблема. Гришок, собственно говоря, за этой методикой исследования. Когда у пациента очень вот эта плотная молочная железа, особенно если пациентка молодого возраста, мы вводим контраст и видим, видите, там плюс ложноположительные, то есть еще накапливает контраст и сама ткань молочной железы. Минимизировать это можно, но практически невозможно. И вот на таком фоне вы скажете, что у него мультицентричная форма, нет. Вот это как раз погрешность исследования, которое, к сожалению, есть. Там один узел, который хорошо накапливает контрастное вещество на границе нижних квадрантов в левой молочной железе, а все остальное вот такие артефакты от железистой ткани. К сожалению, это есть. Но покажу эту же пациентку, только увеличенные снимки. Другая история. На самом деле, я до сих пор под впечатлением, потому что это было совершенно недавно, и пациентка была, она даже не пациентка, она сама доктор, попросила сделать ей контрастную маммографию, потому что у нее была травма. Ну, история такая, сначала мы сделали УЗИ, но посмотрите, очень большой объем молочной железы. Значит, делаем по УЗИ, вот видно какое-то такое образование вообще непонятное, на границе нижних квадрантов, практически на переходной складке в правой молочной железе. По снимкам, ну, вообще с привязкой, с натягом, с глубоким. И на контрастных маммограммах, вот в этой зоне начинает, накопилось контрастное вещество. Я пересматривала не один раз, это не артефакт, а самое главное, ну, естественно, я полезла делать биопсии. К сожалению, мы получили инвазивный протоковый рак. Вот. вот. Но это, я говорю, эта история, это просто вот ты нарвался на ту, ну, это бывает, у всех бывает. И очень сложно, на самом деле, ну, принять то, что может быть. Ну, вот, это вот я прицельно вам показываю, как вот мы тут искали, даже не искали, а профилактически делали и нашли. Это же пациентка. Другая история, пациентка с образованием в правой молочной железе, и тоже была выполнена контрастной маммографией, но здесь вы видите, прям классически хорошо накапливается контрастное вещество в образовании. Другая история, скопление микрокальцината в правой молочной железе, высокая плотность тканей, и вот тоже, вот такая же история с погрешностью, видите, железистый компонент выпирает. Контрастное вещество накопилось в верхненорожном квадранте, но все вот это вот исследование, оно было очень сомнительно. Видите, что, вот увеличил, кальцинаты есть, там где-то контраст накапливается, то есть достоверность такая была. И что я хочу сказать по контрастной маммографии, методика хороша вот в этих трех аспектах, запомните, когда надо быстро посмотреть, есть ли мультицентричность, и пациент прям идет на операцию, и нету возможности сделать МРТ, но есть контраст, работает, если там действительно есть мультицентричность, мультифокальность, все это накопится, но нужно помнить о том, что вот есть такие ситуации, когда есть плотная железистая ткань, и вы можете получить ложноположительный результат. Поэтому вот здесь приходится все время варьировать с этой методикой, с ее применением. меня на прошлой неделе была школа РОР, и Валентина Евгеньевич Синицева меня спросила о том, как я отношусь к скринингу, в частности к методике контрастной маммографии, в частности скрининга. Ну, собственно говоря, на сегодняшний день это невозможно, но потому что нет стандарта, пока нет стандарта, стандартизации, то и невозможно. Хотя, хотя ссылки уже на то, что кто-то в американском сообществе, американский колледж, кстати, дает о том, что можно использовать контрастную маммографию в скрининге при определенных условиях. Вот. И заканчиваю же, но собственно говоря, не могу не сказать о том, что теперь под контролем контраста, контрастной вот этой методики мы можем делать биопсии. Но в России этого нету. Мы используем, мы можем это использовать наложением, сейчас покажу каким. Вот мы увидели наложение, и вот так вот с помощью просто стереотоксической приставки под рентгенологическим контролем, просчитывая вот эти нюансы, мы практически вслепую пытаемся это сделать. Но по реалиям такая методика есть, но в России наверное будет когда-нибудь. Так что спасибо вам большое за внимание. Я все, я и так задержалась на минуту. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok